Депутат от ПДС Олеся Стамати обиделась на журналистку портала антикоррупция.мд, которая опубликовала их телефонный разговор, касающийся неподкупности председателя комиссии по приветингу Германа фон Хебеля. Парламентарий подтверждает подлинность дискуссии, но утверждает, что запись была сделана без ее согласия, что, по словам Стамати, является нарушением кодекса журналистской этики. Олеся Стамати написала в Фейсбуке, что ее телефонный разговор с журналистом портала антикоррупция.мд противоречит этическим нормам журналистики. Во-первых, в этическом кодексе журналиста четко указано, что он обязан сказать, что он тебя записывает или будет тебя цитировать. Этого не было. Более того, в конце нашей дискуссии она прямо говорит, что если захочет меня процитировать в материале, спросит меня и покажет текст, что опять же было нарушено. Это явно выдает скрытый интерес к написанию этого расследования, а именно нападки на процесс предварительной оценки и местами на меня лично. Что касается бесспорной независимости комиссии по приветингу и ее членов, Стамати говорит, что власть не совсем довольна скоростью данного процесса, и это не секрет. Об этом также говорилось в передачах и на заседаниях комиссии по приветингу. А то, что, несмотря на желание политиков двигаться быстрее, комиссия действовала так, как считала правильным и нужным, является дополнительным доказательством того, что члены комиссии действовали независимо, соблюдая уровень качества, местами в ущерб скорости, уточняет депутат, которая утверждает, что ей жаль автора расследования Корнелио Казанак, так как та попалась невольно в чью-то мелкую игру. Напомним, что во вторник портал антикоррупция.мд, проводивший журналистское расследование, опубликовал аудиозапись разговора с депутатом Олесей Стамати, которая в период отбора членов комиссии по приветингу возглавляла парламентскую комиссию по вопросам права, назначениям и иммунитету. Перед публикацией статьи автор расследования спросила ее, знает ли она об обстоятельствах, при которых Герман фон Хебель руководил реформированием секретариата Международного уголовного суда и к каким последствиям это привело. Олеся Стамати отметила, что эти аспекты ей неизвестны, а о других проблемах действующего председателя комиссии по приветингу стало известно постфактум. У нас с ним были большие проблемы. Именно он в этой комиссии сильно тормозил ход событий. Нам очень не посчастливилось с ним, нам не терпится от него избавиться. Но вы будете писать так, как сами знаете. Расследование есть расследование, но, очевидно, ты понимаешь, что не в наших интересах, чтобы все, что связано с оценкой, в том числе предварительной, выглядело плохо, потому что и так этот процесс подвергается очень сильным нападкам. Мы действительно обожглись на этом Германе. Во второй раз мы старались быть гораздо осторожнее, перепроверили все, что можно было проверить. Запись была обнародована после того, как Олеся Стамати стала отрицать, что говорила с автором журналистского расследования о неподкупности Германа фон Хебеля. Напомним, портал антикоррупция.мд написал, что административная деятельность Германа фон Хебеля в Международном уголовном суде была отмечена противоправными действиями и нанесла ущерб этой инстанции на сумму не менее 760 тысяч евро. Отмечалось, что ряд решений, признанных незаконными, были приняты в связи с инициированной Германом фон Хебелем в Гаагском суде реформой. В комиссии по приветингу назвали обвинения в его адрес необоснованными. Сам Хебель ранее заявил, что не намерен уходить в отставку. Нет, совсем нет. Я не вижу причин для моей отставки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.